Вы смотрите новости на шестом канале, в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Погиб на работе. В Владимире проводится доследственная проверка по факту гибели монтёра на рабочем месте. Несчастный случай произошел 26 ноября в Юрьевце на подстанции номер 30. Мужчина получил удар током во время демонтажа и замены оборудования. Монтёры находились на стене, у них располагаются подстанции, потом на стене в ячейках оборудование. В принципе, отключалось это оборудование. И вот работник, электромонтёр, выполнял свою часть работы. Очевидец, который находился рядом с ним, говорит, что просто услышал хлопок и фактически чуть не отбросил сотрудника от оборудования. 62-летнему мужчине пытались оказать помощь, но он умер на месте. У монтёра диагностирована электротравма. Сейчас следственные комитеты и надзорные органы выясняют, как выполнялись работы, по чьим контролям находились электромонтёры. И самое главное, есть ли в этой ситуации признаки состава преступления по статье «Нарушение требований охраны труда». Уже известно, что все сотрудники были трудоустроены официально. Два ДТП с участием детей за утро. Сегодня примерно в 7.40 утра в Меленковском районе на третьем километре автодороги Бутылицы-Ново-Николаевской произошла авария с участием школьного автобуса. По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ, на котором ехали дети, во время обгона по касательной задел Мерседес с полуприцепом. Грузовик двигался в попутном направлении. В результате ДТП ушибы получили трое школьников. А в госпитализации им не потребовалось. До школ ученики добрались уже на попутном транспорте. В результате ДТП трое школьников, находившихся в автобусе, получили ушибу. Остальные пассажиры автобуса не пострадали. В настоящее время по данному факту назначено проведение проверки. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Еще одна авария с участием несовершеннолетнего произошла уже во Владимире. В 7.30 на пешеходном переходе около Золотых ворот 38-летний мужчина сбил ребенка 2007 года рождения. Мальчик отделался легкими ушибами и не был госпитализирован. По предварительной информации, водитель автомобиля Рено Логан 80-го года рождения при движении со стороны улицы Дворянская в сторону улицы Гагарина совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход 2007 года рождения получил травму, направлен на амбулаторное лечение. Можно ли вернуть 21-й автобусный маршрут на прежние улицы? Почему жители юго-западной части Владимира не могут дышать полной грудью? И на каких условиях можно благоустроить собственный двор? Глава города сегодня принимала жалобы от населения. Что отвечал Ольга Деева? Слушал Александр Инин. Людмила Анатольевна не для себя просит для жителей сразу двух микрорайонов. Верните 21-й автобусы на Горького и Мира. Они на этих улицах необходимее, чем на Рокатке. Детишки малые из энергетика и Юревца вынуждены давиться в автобусах других маршрутов, чтобы сначала попасть в школы, а потом обратно домой. А 21-й автобусы на новом участке ходят полупустые, даже в час пик. Жительница лично провела мониторинг. Я даже умудрилась присесть. Около Точмаша сели четверо, который уже начинает по этому пути поворачивать. Около Пакома шесть человек. И самое большое количество это около Мегаторга, семь сели. А автобусы совершенно, так скажем, для часа пик очень свободные. Люди просят вернуть 21-й маршрут на прежнюю улицу, потому что с понедельника по Рокатке ходят и вторые автобусы. Одного маршрута для такого потока пассажиров хватит, считают жители энергетика и Юревца. И, возможно, в своей настойчивости они победят. Сейчас вот как раз рассматривается этот вопрос. И очень действительно много вопросов и много жалоб по этому поводу. Это еще ваше дополнительное будет. Владимир Иванович тоже за целый микрорайон переживает. Юго-западный. Раньше считался самым чистым, а теперь дышать нечем. Там одни черметы обжигают провода. И одни мебельные фабрики. Как вы знаете, отгрузка отходов – это дорогостоящие удовольствия. Они там их на месте все сжигают. Говорил я экологу нашему, сухопаров. Он говорит, мы работаем до шести. А кто вам заставляет, не дает рейды сделать в восемь часов до полдевят. Согласны? Согласен. Все. Много вопросов по дворам. Чей-то никак не включат в программу благоустройства. Какой-то включили, но потом из программы выкинули. Разбитая дорога. Буквально всего ничего. Где-то 500 квадратных метров. Мы были включены в программу по благоустройству дворов. Формирование комфортной следы. Собирали все документы. Но нас сюда включили. И через какое-то время выяснилось, что нас откуда-то и включили по какой-то причине. По поводу дворов жители должны быть готовы к софинансированию работ. Если хотят парковку, другие элементы благоустройства. Не знаю, как на следующий год. Но софинансирование, которое было заложено в 2018 году, оно немножечко увеличилось по сравнению с 2017 годом. 2019 год, может быть, останется на том же уровне или какое-то будет увеличение. То есть мы это все смотрим и вам опять предлагаем. Согласны вы или не согласны участвовать в программе 2019 года. Высокопоставленные чиновники и депутаты будут принимать граждан всю неделю. Приемы приурочены к 17-летию партии «Единая Россия». И показывают, что власть в принципе умеет слушать. Решатся ли обозначенные проблемы, станет ясно позднее. Александр Инин, Артем Горчаков, Шестой канал. Пожарные не могут пробраться во Владимирские дворы. И в случае пожара горожане могут долго ждать помощи спасателей. И вовсе не по вине сотрудников МЧС. Сегодня представители аварийно-спасательной части номер 3 наведались в один из дворов на улице Безыменского. Вокруг многоэтажки все уставлено машинами. Чтобы рядом с домом могла проехать спецтехника, необходимо хотя бы 3-4 метра свободного пространства. А если пожар происходит выше третьего этажа, нужен коленчатый подъемник. А это уже примерно 6 метров дороги. Для расчистки пути придется ждать сотрудников ГИБДД и эвакуатор. А при пожаре счет идет на секунды. Особенно, когда речь идет о спасении людей. Вас, наверное, интересуют какие-то вандальные методы. Можем ли мы применить, оттащить автотранспорт и тому подобное. К сожалению, нет. Такие ситуации у нас законодательно не закреплены за нами. Мы будем вести такую же ответственность за повреждение транспортного средства, либо другого имущества граждан. Подобные выезды сотрудники МЧС проводят регулярно. Людям объясняют, что лучше предупредить беду. Решить, как действовать в этой ситуации, жители могут только сообща, на общем собрании. Например, в этом доме встретиться решили уже в ближайший понедельник. Причем не просто с собственниками, а пригласить на собрание представителей районной администрации и МЧС. По словам спасателей, решать эту проблему нужно по всему городу. Причем опираясь на опыт соседних регионов. Вообще практика такая есть. Именно по московскому региону. Вблизи домов устанавливаются так называемые вафельницы. Это разметка желтая, оранжевая, ярко выделенная. Будь это знак, помеченный на участке дороги, где только лишь может устанавливаться спецтехника. И прямо сейчас коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. Полтора года лишения свободы условно за драку с полицейским. 41-летнего жителя Владимира признали виновным в применении насилия и оскорблении представителя власти. В суде было доказано, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил семейные разборки и неадекватно себя вел. Родственники вызвали полицию, однако появление полицейских не усмирило пьяного дебошира. В ответ на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить нарушать общественный порядок, разгоряченный мужчина продолжил непристойно выражаться и нанес одному из полицейских несколько ударов ногой. За совершение преступлений в отношении представителя власти Фрунзенский районный суд приговорил подсудимого к полутора годам лишения свободы условно. Бывший исполнительный директор Владимирского моторотракторного завода заплатил штраф в 150 тысяч рублей за нарушение трудовых прав сотрудников предприятия. Такое решение принял Мировой суд Октябрьского района Владимира по ходатайству Следственного комитета. В результате неправомерных действий бывшего руководителя завода 382 сотрудника полгода не получали зарплату. В итоге предприятие задолжало рабочим больше 22 миллионов рублей. При этом правоохранители установили, что у исполнительного директора была возможность своевременно рассчитываться с персоналом. Но в целях личной заинтересованности и надежды на продвижение по карьерной лестнице он рассчитывался с контрагентами и тратил прибыль на хозяйственные нужды. И только вмешательство надзорных и контрольных органов позволило восстановить права сотрудников завода и выплатить им зарплату в полном объеме. Дождались голубого топлива. В деревню Селина Меленковского района начал поступать природный газ. Всего в населенном пункте будет газифицировано 147 домовладений. Внутридомовое газовое оборудование уже смонтировано в 100 домах. Подключением их к газовым сетям сейчас занимаются три бригады компании «Газпром» газораспределения «Владимир». Появление голубого топлива в домах жителей Селина стало возможным после строительства распределительного газопровода протяженностью почти 6 километров. На его возведение в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» потратили почти 5 миллионов рублей. Рисковали жизнью ради спасения людей двое сотрудников следственного изолятора номер 3, из Кольчугино награждены Министерством внутренних дел медалями за смелость во имя спасения. Алексей Гусев и Артем Суворкин стали случайными свидетелями пожара в жилом доме в поселке Барвиха. Из горящего помещения не могла выбраться женщина. Молодые люди разбили окно и вытащили ее на улицу, а потом практически потушили пожар своими силами. Примечательно, что о своем поступке Алексей и Артем никому не рассказали. Героев нашли сами жители поселка и попросили о их награждении. Владимирские улицы в новогоднем убранстве на Соборной площади начали устанавливать главную городскую елку. Новогоднюю красавицу по традиции украсят яркими шарами и гирляндами, а рядом с ней появится большая светящаяся цифра 2019. Новое украшение уже появилось на театральной площади. Вместе с танцующими елями и арт-композицией «Сердца четырех» создавать праздничное настроение горожанам будет яркая театральная маска. Совсем скоро новогодние елки и световые фигуры украсят все городские площади и скверы. В мэрии обещают, что весь Владимир засияет новогодними красками уже к первому декабря. Прямо сейчас еще немного полезной информации. Прогноз погоды, но моя часть выпуска на этом завершена. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня ночью у Владимира будет пасмурно, выпадет снег, температура воздуха опустится до минус 8 градусов по Цельсию. В Владимирской области завтра будет облачно, возможно осадки, а столбики термометров покажут 4-6 градусов мороза. Ветер северный со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 72 процента. Окна Плафен премиум класса из пятикамерного профиля по цене обычных пластиковых окон. В кредит без первоначального взноса и переплаты на один год. Проспект Ленина 5. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА